Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на программе вебинаров Центра Сэфер. И сегодня у нас второй вебинар из цикла «Еврейская хронология, структура календаря и системы для тоисчисления». И наш лектор сегодня доктор Александр Гордин, заведующий рукописным залом Национальной библиотеки Израиля, исследователь еврейских рукописей и средневековой астрономии, преподаватель еврейской полиографии в Институте Полис в Иерусалиме. Александр, пожалуйста, передаю вам слово. Спасибо. Всем добрый вечер. И начинаем наше второе занятие. Будем разбираться с самой структурой еврейского календаря. В прошлый раз у нас было своего рода введение. Мы говорили о распределении месяцев по годам. Вот на фрагменте нашей заставки мы видим эти самые буквы «гуах адзат», такое мнемоническое правило для 7 лет из 19. это годы, в которые вставляется дополнительный месяц. Система весьма простая и очень периодичная. Периодическая такая. То есть, в общем, каждые 19 лет есть определенные 7, которые получают дополнительный месяц. Сегодня мы рассмотрим более тонкие вещи, которые требуют некоторой арифметики. Как распределяются, собственно, даты, и как распределяются дни по годам и месяцам. И займемся мы, в общем-то... Попробую справиться с этим самым файлом. Мы будем заниматься, естественно, фиксированным травянистическим календарем практически только им. Немного будем упоминать какие-то еще системы, которые были в ходу уже в Средние века и позже. Мы не будем говорить о той богатой жизни, в том числе и календарной, которая была в древности, в эпоху, скажем, Мишны, когда тот календарь, который является, в общем-то, идейной основой раввинистического календаря, календарь Мишны, когда он был в ходу, было, естественно, очень большое разнообразие разных календарных систем, ну и вообще разных идейных течений в еврейском мире. Это может быть темой отдельного большого курса. Мы будем говорить, в общем-то, о той системе, которая сложилась в Средние века, сложился вот этот фиксированный календарь. Мы видим, что в X веке он уже был в общем и в целом известен. В X веке были споры и своего рода скандалы вокруг того, что были некоторые разночтения, опять же, вот между мудрецами земли Израиля и Вавилона был большой спор по этому поводу, по некому довольно частному поводу, который, однако, в том определенном году привел к расхождению календарных дат. Но вот с Маймонида, во всяком случае, то есть в XII век, вот как раз представлен фрагмент из его Мишна Тура, это сочинение стало очень авторитетным. Он излагает там в том числе и календарную систему, не только фиксированную календарь, но и много говорит о той древней системе, которая была в эпоху Мишны, когда, в общем-то, календарные даты, то есть, прежде всего, новомесяча и вставка нового дополнительного месяца перед Песохом, да, то есть дополнительный Адар. Эти календарные нововведения были функцией суда, были введения суда, и суд решал на основании свидетельских показаний, когда нужно объявить новомесяча и в каком году нужно вставить дополнительный месяц. Здесь как раз Маймонида говорит о том, что эта система весьма существенна, не нужно думать, что поскольку мы ей уже не пользуемся вот в Средней реке, да, в Галуте, то она мало существенна, ее как бы не нужно изучать, он как раз посвящает довольно много времени в изложении, в его Мишна-Туа, есть довольно подробное изложение этой системы. не очень мне получается стать почему-то. Мишна, которая говорит о свидетельских показаниях, нужных для суда, для его решения, подчеркивает и астрономические познания мудрецов, которые выносят решения на календарные темы и говорит о том, что каждый раз решение выносится на основании свидетельских показаний, то есть, в общем, каждый раз отток, и свидетельские показания очень важны в этом смысле. Здесь вот у нас фрагмент, который говорит о том, что человек, который был, скажем, болен, не мог сам добраться до суда, но видел новомесяча, его приводят, его привозят на осле и так далее. Это очень важная институция, которая позволяет даже нарушать субботу, если нужно, и так далее. Подчеркивается значение свидетельских показаний для календарных установлений. Понятно, что в средние века устанавливается система уже простая и фиксированная. Здесь нет ни особой астрономии, то есть астрономия как бы в основе этого всего, но уже не требуется каких-то знаний, чтобы пользоваться этой системой. Она уже продолжает быть просто арифметической. Здесь вот такая картинка из поздней уже даже не средневековой рукописи, которая, однако, показывает некоторые отношения к тому, как воспринималась вот эта система эпохи Мишны. Она воспринималась не как что-то, как некий пройденный этап, а наоборот, как некое как раз благословенное время, которое, видимо, и предполагается для мессианских времен, когда суд решает, и слова суда доходят до небес. Здесь вот как раз картинка, где есть ученый-еврей, который взбирается на лестницу хронологических расчетов, а ему ангел небесный сверху приносит письмо в конверте. Такая связь очень наивная и симпатичная, она как бы воспринималась как как раз хорошее такое вот и старое доброе время. Но в средневеках как бы вот за грехи наши мы должны использовать что-то другое, чтобы все могли в Галуте, в диаспоре использовать, пользоваться одним календарем. Уже сложно ориентироваться на решение суда в Иерусалиме, возникает такой вот фиксированный календарь. И здесь у нас есть опять же два варианта для числа месяцев в году, это понятно, но здесь они строго периодичны, а для числа дней в году есть шесть вариантов. То есть три для простого года и три для эмболисмического. Мы видим, что годы могут содержать 353, 354, 355 дней, это простой год, либо на 30 больше эмболисмического. При этом приблизительная величина месяца опять же 29,5 дней, то есть естественным образом месяцы могут чередоваться. 29 дней 30, если бы величина была строго 29,5 в среднем, то этого было бы вполне достаточно для такой вот календарной структуры. Но более точное значение было определено как раз вот в Древнем Вавилоне на протяжении веков. Там были очень подробные, подробно записанные наблюдения, в том числе и за лунными фазами. И величина среднего месяца была определена, разумеется, не просто вот наблюдением за первым появлением серпа Луны, там очень сложно увидеть, как даже точно это произошло. Оно основывалось на затмениях. И когда есть расстояние, ну как бы временное расстояние между двумя затмениями, известно, сколько прошло месяцев, можно определить по этим числам достаточно точную величину среднего месяца. Месяц, конечно, не всегда имеет одну и ту же величину, но в среднем получается довольно хорошее выражение. 29 дней, 12 часов и 973 тысячи восьмидесятых. То есть вот такая вот довольно необычное число, скажем так. Не просто шестидесятые доли, как это обычно было принято. Возникает такая система, которая вошла в еврейский календарь как основа, в общем-то, календарных расчетов. И средний месяц мыслится именно вот таким. 29 дней, 12 часов и 973 доли, доли часа, которые, суть, тысяча восьмидесятая часть от часа. Час, по-видимому, имеется в виду одна двадцать четвертая суток, так, в общем, мы и привыкли. Обычно в средние века про часы говорили в контексте дня и ночи отдельно. Были так называемые косые часы, в отличие от прямых вот этих, двадцать четвертая часть суток. Обычно употребляли часы одна двенадцатая часть дня, это был вот дневной час, а ночной час, одна двенадцатая ночи, он мог отличаться. Понятно, что зимой он был больше, ночной час, да, и наоборот. Но вот в расчетах календарных употребляется некая, ну, можно быть, более-менее условная величина, такой вот час, которых 24 в сутках, не очень понятно, что именно за часы, но по идее, поскольку это все некие средние величины, вполне, естественно, воспринимают эти часы как равные, независимо от ночей и дней. В расчетах употребляют, употребляются так называемые остатки или как бы добавки для величины новолуния внутри недели. Считается, что на какую неделю выпадает новолуния, это достаточно понятно. Вопрос только, в какой из дней и в какое точно время в этом дне следует считать, что вот это начало нового, такого вот среднего месяца, как бы календарного месяца. поскольку это 29 дней с чем-то, то 28 можно отбросить целые 4 недели, и речь идет про такие вот остатки в один день 12 часов 793 доли. И основой календарных расчетов служит то, что на иврите называется словом мулад, то есть такое календарное новолуние, среднее новолуние. Эти муладот, они задают своего рода каркас, на который уже натягивается структура собственно календарных месяцев. То есть сама структура этих средних новолуний, она вполне периодична. Между ними всегда вот эта самая величина, между двумя соседними календарными новолуниями у нас 29 дней 12 часов 793 доли. По определенным правилам на основе этих календарных новолуний строится уже собственно календарь, где месяц естественно каждый имеет целое число дней, либо 29, либо 30. И эта структура уже не периодична и во всяком случае там не такой обозримой периодичности и основана она на определенных вот структурах, которые мы как раз и рассмотрим. Они эти самые муладот имеют периодичную структуру, можно будет рассматривать по каким правилам на основе этих календарных новолуний строится собственно календарь. За начало отчета берется так называемый муладтоху, то есть, как мы говорили в прошлый раз, начало отчета лет вот в общепринятой системе относится ко времени еще как бы до творения. первый год нашего отчета, он почти целиком относится ко времени до творения. То есть, это некий такой обратный отчет от более понятных календарных времен ко времени, которое как бы относится к первому Тишрей до творения и далее. И вот этот самый муладтоху, как бы новолуния вот этого первичного хаоса, то слово, которое употребляется в Библии в рассказе о сотворении мира, земля была безвидна и пуста, вот это оно. Этот момент относится ко времени Багарад. В еврейской традиции это обозначается именно этими буквами, то есть, это 2, 5, 204. То есть, это был второй день недели, то есть, понедельник, отчет идет от воскресенья и до субботы. Второй день недели 5 часов 204 доли. И вот этот мулад Багарад или мулад Тоху, он является основой, как бы начальной точкой отчета всех прочих календарных новолун. Как определить новолуния следующего месяца? Если у нас есть некое известное, мы просто добавляем величину вот этого остатка. То, что основано на величине в 29 дней, 12 часов и 193 доли. Если мы говорим про следующий месяц после вот этого месяца Тишрей начала всего, мы просто добавляем вот эти самые остаточные числа 1, 12, 793. То есть, как это делается? Мы берем мулад Багарад, вот этот наш начальный 2, 5, 204 и прибавляем 1, 12, 793. Здесь получается все достаточно просто. 2 и 1 это 3, 5 и 12 17, 204, 793 дает 997. То есть, это третий день недели в 17 часов в 997 долей следующего часа. Это искомое значение, то есть, это новолуние, опять же, условное, месяц Мархешван первого года. То есть, новолуние, которое было до сотворения какой-либо луны, но, тем не менее, в расчетах это вполне употребивая вещь. Здесь вот на картинке есть некая таблица, которую записывает человек уже там позднего средневековья или даже раннего нового времени, где расписаны молодот, вот эти календарные новолуния всех месяцев первого года варенья. Все месяцы, которые как бы начинаются до собственного творения. Не всегда почему-то получается попасть на следующую картинку. Александр, попробуйте Enter. Я Enter пробую. А стрелочками? Почему-то после больших усилий так и получилось. Окей, прошу прощения. Значит, по поводу расчета мы просто понимаем, что если у нас есть начальная точка и у нас есть расстояние между двумя последовательными новолуниями, то мы можем рассчитать новолуния любого месяца. нужно просто к этой величине начала 2,5204 прибавить вот эту самую величину остатка при добавке 1,12793 столько раз, сколько прошло месяцев с начала отчет. в преобразованиях этих самых формул для новолуния мы, естественно, переводим все эти группы по 1080 долей в часы. Часы мы переводим группами по 24 в дни, а дни, когда у нас набираются группы по 7, мы их просто отбрасываем. Это целые недели, они нас не интересуют. Дни всегда в этих формулах новолуний это от 1 до 7. То есть, когда есть 7, мы не отбрасываем, не пишем, что это 0, потому что это все номера дней. То есть, у нас есть от первого дня недели до седьмого, то есть, суббота. А часы и доли у нас всегда внутри этого дня недели. То есть, часы всегда меньше до 24, доли, естественно, меньше 1080. Ну и когда все это считается, то понятно, что для облегчения расчетов мы объединяем все это группами и все эти месяцы объединяем в группы в года и в 19-летний цикл. Теперь пришло время немножко посчитать вслед за уважаемыми кротами. Попробуем рассчитать календарное новолуние второго года. Как это вообще работает? Нам нужно прибавить к началу отсчета 12 таких месяцев. Прошел год. В первом году было 12 месяцев. Понятно, почему, да? Откуда мы знаем, сколько месяцев было в том году, когда еще не началось творение мира. Это просто первый год 19-летнего цикла. И расчет там такой же, как во всех 19-летних циклах. Первый год там простой и второй простой. Малисмическим будет только третий. Третьим уже будет 13 месяцев. В первом году, соответственно, 12. И вот как это работает. Как мы добавляем вот эти величины остатков, чтобы получить формулу для начала второго года. Мы просто умножаем 12 на эту нашу величину для одного месяца. 1,12, 793. При умножении получается 1 дает 12, 12 дает 144, 793 12 раз дает 9516. Можно преобразовать это к какому-то удобоваримому виду. 9516 это 8 раз по 1080 плюс еще 876. Соответственно, мы оставляем 876, а 8 раз по 1080 мы переводим в часы. Получается 144 плюс еще 8, то есть 152 часа. Теперь 152 часа нужно тоже преобразовать группами по 24. Это 6 раз по 24 плюс еще 12 дней добавляем к ним еще 6, 18 дней. Здесь остается 8 часов и 876 долей. И наконец 18 дней мы преобразуем отбрасывая целые недели оставляем 4 дня 8 часов 876 долей. Это та величина, которая набежала за 12 месяцев. Теперь мы приходим к этому самому началу 2 года это как раз то время когда был создан первый человек. Мы прибавляем к исходному 2,5,204 ту величину, которую мы подсчитали 12 раз по месяцу и получаем 2,4 это 6, 5,8 дает нам 13, а 204,876 это как раз 1080. Это ровно 1 час. И вот как неожиданно мы добавляем этот час получаем 6,14,0 то есть ровно 14 часов и как раз пятница когда был создан первый человек. Есть известный мидраж, который говорил о том, что есть 14 неких действий, которые предшествуют собственно творению человека. Естественно это был шестой день недели. Понятно, что это есть исходная и исходная величина, на которой базируется в общем-то календарь. Когда мы говорили о вавилонской системе, которая начинает отсюда собственно отчет лет, понятно, что это есть понятные корни, глубокие корни. Это та величина, на которой в общем-то основывается отчет сотворения мира. Отсюда уже обратным отчетом, что было на год раньше, мы получаем величину Багарад, которая была собственно в ходу во всех расчетах. Это новолуния, новолуния Ваяд, Мулад Ваяд, то есть Вав это 6, а Яд Юдалет это 14. Его называют Адамовым новолунием, Мулад Адам, и в некоторых источниках, когда мы говорим об отчете вавилонского типа или палестинского типа, РЦ-Исраиль как раз разница, такое противопоставление Мулад Адам, собственно от Адама это от 2-го года по нашему отчету или Мулад Тогу, то есть от этого самого первичного хаоса. Можно для удобства использования этих самых добавок составить такую таблицу, есть много разных вариаций в разных книгах по этому поводу, то есть просто отсчитать заранее сделать себе такой набор данных для в основном для определенного числа лет и циклов 19 лет. Месяцы мало в общем-то используются, но в принципе мы знаем как с ними работать, скажем, 6 месяцев мы просто умножаем на 6 вот эту величину и после тех преобразований, которые мы видели, мы приходим к подобной величине. Можно посчитать это для простого года, для эмболисмического года, и дальше вот в этой таблице даны годы порядки их появления в 19-летнем цикле, то есть когда мы пишем здесь годы, имеется в виду, скажем, когда прошло три года, имеется в виду, что прошло два простых и один эмболисмический, третий год в цикле, это эмболисмический год, это удобно для подсчета определенных лет внутри цикла. Дальше, когда мы вот есть и величины для двух циклов, для разного рода единиц, десятков и даже сотен циклов, трехсот. Мы сейчас как раз 300 с небольшим числе циклов, так что больше нам пока что и не нужно. С помощью вот этих простых данных можно подсчитать разного рода календарные новолуния и сопоставить, например, данные в источниках, которые мы видим в средние века. Вот пример как раз некого калафона, известной такой рукописи, которую обычно называют Библией Фархи. В ней, помимо всего прочего, богатый калафон с множеством разных календарных данных. Здесь указан год написания, он дан и словами, и дан его, они пишут, Симан, то есть, в общем, такая гематрия, он дает красивый некий библейский стих, и это слово, которое он выделяет точками сверху, дает номер года, это 143 год, имеется в виду шестого тысячелетия, и дальше он дает также и вот этот самый Мулад, Мулад Рошешана, то есть, вот это самое календарное новолуние самого года, то есть, месяца Кишрей, который он дает вот таким вот буквенным обозначением, то есть, это 2, 22 и 658. Мы можем проверить, верно ли указан этот самый Мулад. 1143 год это 270 раз по 19 плюс еще 13. Мы разбиваем его на эти самые 19-летние циклы. То есть, наш год 1143 был 13-м годом внутри следующего 271-го цикла. То есть, прошло к его началу 270 полных циклов и еще 12 лет следующего цикла. Мы можем суммировать данные, которые были вот в той таблице. Мы начинаем с нашего исконного Багарад. 2, 5, 204 это начало отсчета. Ему мы добавляем 270 полных циклов. Для 200 у нас есть одно значение, для 70 другое и еще для 12 лет, которые там набежали. Мы не будем делать всю эту арифметику. Получаем 2, 22, 658. это проверить. По крайней мере, мы легко можем увидеть, что 8 может быть верно, тут 4 и тут 4. Доли в единице долей никуда не деваются. Это значение вполне соответствует тому, что дает переписчик. Интересно видеть, что иногда в калафонах есть прямо указания календарных новолуний, иногда есть в них и ошибки, это тоже бывает забавно увидеть. Иногда можно понять, что в какой-то букве, например, переписчик ошибся, то есть видно, что значение в целом то, он ошибся видимо не в расчетах, а переписывание этого из какого-то источника. В общем, бывают самые разные открытия, когда мы проверяем данные в калафонах и подобных датированных записях. Для наших целей, для собственного календаря, то, что играет роль, это новолуния именно месяц Тишрей. В некоторых рукописях тоже можно увидеть, например, данные про тот месяц, в котором он, например, переписал рукопись. Он может сказать, Мурад, вот это самая календарная новолуния этого месяца имеет такую-то величину. Ну, и вообще эта величина считается важной. Объявляют, например, в синагогальных объявлениях о начале нового месяца упоминают и его календарная новолуния. Это все важный элемент структуры, на которой основан календарь. Но для собственного определения дат, то, что здесь важно, это как раз календарная новолуния месяца Тишрей. Как это работает? Мы сейчас посмотрим некоторые правила, связанные с определением первого Тишрей. Но когда мы его определяем, когда у нас есть день, день недели, на который выпадает первый Тишрей, мы определяем также первый Тишрей следующего года. И на основании этих данных, так сказать, лунного отчета, мы определяем число дней в году. Число дней в году практически определяет, в общем-то, и все остальное. Переход на следующую картинку. но мы знаем, если делать это много раз, то оно срабатывает. в этом смысле PowerPoint был удобнее. пример нынешнего года. наш нынешний год это 5782-й, его начало пришлось на третий день недели, то есть первый Тишрей этого 5782-го года был вторником. Начало следующего года, показывают эти самые расчеты календарных новолуний, придется на второй день недели, то есть его первый Тишрей будет понедельник. Это означает, что наш 5782-й год содержит целое число недель и еще шесть дней, то есть с третьего дня недели до второго, последней недели не хватает одного дня, то есть это число дней должно при делении на семь давать остаток в шесть. При этом этот год является символизмическим, то есть тринадцатимесячным, мы это знаем, поскольку номер года при делении на девятнадцать дает шесть. Шесть это одно из чисел для эмболизмических лет внутри девятнадцатилетнего цикла, и соответственно из трех вариантов, которые у нас есть для эмболизмического года, 383, 84, 85, подходит нам один, 384 дня, это то число, которое делится на семь с остатком шесть, то есть 385 делится нацело, 385, 350 и еще 35, это делится на семь. У нас одного дня не хватает, значит 384. На основе подобных расчетов мы видим, что число дней достаточно просто определяется, зная первый тишрей искомого года и первый тишрей следующий. Как определяются дни для первого тишрей? Тут есть некие тонкости, потому что естественным образом было бы сказать, на какой день пришлось календарное новолуния, его было бы естественно объявить днем недели, на которой пришлось бы первое тишрей. Неважно, какие там часы и доли, но день недели задает нам основу. однако есть так называемые четыре сдвига. определенных условиях день для первой тиши сдвигается на один день, иногда и на два. Эти сдвиги, в общем, два из них являются сущностными, такими существенными, а два других, в общем-то, определяются тем, что без них просто система перестает работать. Важные сдвиги, это так называемые лоаду-рош, то, что называется, то есть это сдвиги с дней, номера которых алиф, далит или вав, первый, четвертый и шестой день не подходят для первого тиши. То есть воскресенье, среды или пятницы, если на эти дни приходится календарная новолуния, то рошиш она объявляется на следующий день. Первый тиши будет, соответственно, не в воскресенье, а в понедельник и так далее. Сделано это для того, чтобы не было неудобных сочетаний субботы и праздник. Прежде всего, чтобы суббота не соседствовала с днем искупления, с Йом-Кипур. Если суббота будет перед Йом-Кипур или сразу после, получается, два дня, когда запрещена всяческая работа, и это вызывало проблемы. Есть дискуссии по этому поводу уже в Мишне, по каким именно причинам это неудобно носимое сочетание, решили просто сместить этот самый день. Третий вариант, по-видимому, был связан с Роша-Шана, то есть Роша-Шана тоже не должен был быть тут рядом, но поскольку в более поздние времена самопразднования новолетия Роша-Шана было распространено на два дня, первый и второй кишлей, потом получило всеобщее распространение, связь с праздником Ошана-Раба, то есть в конце суккота, чтобы Ошана-Раба не приходилось на субботу. Поэтому вот такие три дня Аду, они дни, на которые Роша-Шана не приходится никогда, то есть первая тишей никогда не выпадает. Если календарная новолуния указывает на один из этих трех дней, то дата первой тишей сдвигается. Второе важное условие это так называемый Мулад-Закен, как бы старый Мулад, а именно 18 часов внутри суток. То есть по сути это полдень. 18 часов имеется в виду с начала суток, то есть с заката. Сутки считаются первые 12 часов это ночные часы и еще 6 часов дневных. Мы приходим по сути к полудню и это вот как раз по поводу того, какую величину часов мы имеем в виду, когда мы говорим о календаре. Здесь скорее ощущение, что речь идет про часы отдельно ночные и дневные. 18 часов прошла вся ночь и прошла половина дня. По-видимому, здесь можно видеть персидское влияние, когда в персидском календаре день начинался в полдень. И это как раз очень связанные вещи. Но традиционное объяснение говорит о том, что если этот самый Мулад уже такой старый, а под Муладом по-видимому по крайней мере идейно понимается само нахождение Луны вместе с Солнцем в взгляде с Земли. Их такая конъюнкция называется. То есть когда Луны собственно не видно, то новолуние, которое было принято считать естественным понятным знаком, появление собственно серпа Луны, видимого с Земли, говорится о том, что если осталось всего шесть часов, то даже если это совпадение уже произошло, видимого серпа Луны еще не будет до конца этого дня, оно будет уже на следующий день. Поэтому естественно сдвигать эту дату для первого тишей на следующий день. Есть еще два правила, они очень такие технические, их нельзя конечно объяснить какими-то идейными причинами, просто когда это выпадает на вторник 9 часов и 204 доли в простом году, то получается год слишком длинный, то есть если во вторник объявить первый тишрей, то получается год, который не вписывается в те шесть вариантов, которые у нас есть для длины года. И аналогичный случай немножко наоборот, после эмболистмического года, если это выпадает на понедельник 15 и 589 долей, то тоже получается некоторая проблема с величиной года. Поэтому в этих двух случаях тоже сдвигается на следующий день. Получается ситуация, что иногда сдвиг может быть и на два дня. Если, например, он выпал на Муладзакен, и, например, если это было в день перед, скажем, воскресеньем, то он сдвигается как бы на воскресенье, но это правило Аду-Рош действует здесь, и тогда он сдвигается с дня под номером Алиф на день под номером Бет. То есть, скажем, Муладзакен в субботу дает сдвиг аж на послезавтрак. Вот тут есть фрагмент из рукописи, который дает такой симпатичный стишок в своем роде, некая такая рифмованная запоминалка этих четырех правил. Ло-Аду-Рош Муладзакен Бальти-Дрош Гатрат Бешанапшута Гарош Бетутакпат Ахар-Ибур Укэр-Милаш-Рош Это вот четыре правила для сдвига даты первого тишвей. Как распределяются дни по месяцам и как мы, зная величину года, определяем собственно даты? Обычным образом, как мы уже говорили, поскольку месяц содержит примерно 29,5 дня в среднем, эти месяцы чередуются, календарные месяцы имеют либо 29, либо 30. И вот мы видим, что с Ниссана и дальше они как раз чередуются таким образом. Есть два месяца в году, как раз после тишвей, есть месяцы Мархешван и Кислеф, в которых эта последовательность может нарушаться. Естественным образом, как бы таким, регулярным, мы ожидали бы в Тишвей 30, в Мархешване 29, в Кислефе 30 и дальше 29 и так далее. Но в эти два месяца возникают возможности что-то поменять. И в Мархешване и в Кислефе могут быть оба варианта. Они могут оба иметь по 29 дней и тогда год сокращается, либо оба по 30. И практически вся игра с календарными какими-то подвижками осуществляются вот в эти два месяца. Когда мы говорим про шесть вариантов для длины года, мы имеем в виду как раз вот эти три варианта, которые есть в каждом году с этими месяцами Мархешван и Кислеф, два раза по три, поскольку есть простой год и эмболисмический. При этом в эмболисмическом году месяц Адар имеет 29 дней, как в обычном году, именно во втором Адаре. Как бы от Пурима до Песаха проходит всегда одинаковое число дней, поскольку Пурим празднуется во второй Адар, а в первом Адаре как раз ставляется 30 дней. В этом смысле эмболисмический год отличается от простого на 30 дней. Все эти три варианта простого года и три варианта эмболисмического они отличаются на 30 дней. В разного рода календарных указаниях эти годы, эти три вариации для года распределения по Мархешвану и Кислеву называются вот такими терминами шана хасыра, шана кассидра и шана шлема. То есть вот как раз укороченный, упорядоченный год и удлиненный. Упорядоченный может быть не самый лучший перевод, такой буквальный в общем-то буквальная передача еврейского поэзи кассидра. То есть он идет по своему естественному порядку, можно сказать регулярный год. В регулярном году 29 дней в Мархешване и 30 в Кислеве. Может быть вариант с укороченным или с удлиненным годом, когда соответственно в обоих 29 или в обоих 30. Вот та картинка, которая внизу дает фрагменты за определенную рукопись, где речь про календарь. Эти самые буквы хет, каф и шин как раз есть первые буквы слов, хасыра, кассидра и шлема. То есть они дают вот эти три варианта длины года. С ними есть много всяческой игры с календарем. То есть когда есть например календарь на определенный год, очень часто указывают его величину вот в таких терминах. Но распространенная система таких вот типов года с распределением по дням недели насчитывает 14 типов. Их наявлите называют обычным словом квиа, квиатошана, иногда квиут и подобные варианты. То есть нечто определенное, кавуа. 14 типов года дают все возможные варианты для величины года с распределением по дням недели. 7 вариантов для простого года и 7 для эмболисмического. Что означают эти буквы? Здесь в каждой тройке первая и третья буквы обозначают номера дней недели. Например, вот этот бет-хет-гимен это означает, что первая тишрей приходится к наем бет на второй день недели, а первая нисана приходится на третий день. Вот эта буква которая в середине буква хет означает здесь хасыра то есть укороченный год. На втором месте здесь всегда буква хет каф или шин которые означают укороченный упорядоченный или удлиненный год. Буквы идут в порядке появления их внутри года. Первая буква соответствует началу года то есть дате первой тишрей вторая буква относится к величине мархешвана и кислева. Идут ли они в обычном своем порядке или что-то там меняется увеличивается уменьшается. Третья буква в принципе связана с тем является ли этот год простым или баллисмическим. Можно было бы в принципе указать здесь просто величину года в смысле месяцев. Сколько месяцев но употребляется как бы традиционным образом первая Ниссана или как иногда говорят дату не дату а день недели Песох. Эти первые третьи буквы дают Рошашана и Песох. Песох это 15 Ниссан он всегда на том в тот же день недели что и первая Ниссан ровно две недели. И во многих календарных источниках мы видим когда упоминается тот или иной год дается и вот эта самая формула этот самый тип года который задает в общем-то все по типу года можно знать сколько там месяцев сколько там дней в каждом месяце когда читаются какие разделы торы по субботам когда естественно выпадают всяческие праздники и так далее все распределение дат имеет всего 14 вариантов эти самые 14 типов опять у нас некоторая проблема перелеснуть и я надеюсь что в определенный момент это произойдет пока что на этом фрагменте мы видим годы Пшута и Бур это варианты которые приводятся для величины года в этих самых простых и имболисмических его вариантах простой год это то что наяврите называется Шанапшута а сложное слово имболисмический это просто-напросто Шанамэубэда то что наяврите иногда проще воспринимается чем чем в ученых узких терминов не не перелистывается вот эти буквы там опять же видны и эти самые длинные года не знаю чего это зависит почему-то он застревает но вроде бы это делать снова и вот это произошло прошу прощения за эти технические глупости здесь просто пример некого колофона то есть выходной записи рукопись там где переписчик рассказывает о своей отделанной работе он переписал эту рукопись и часто в этих колофонах есть и дата он написал когда-то это рукопись из Бухары 1488 года здесь вот у нас есть рассказывает о себе дальше он говорит что Бемединат Бухара то есть в городе Бухара Де-Ангар-Кухэк на реке Ухак это иранское название Заравшана и дальше он дает дату приходит вдруг на арамейский частая вещь кстати в датах и подобных вещах 23 числа месяц Сивана и он дает вот такую интересную штуку Бесиман Гимал Кав Хей дальше он дает собственно год этот год тут дан его опять же почему-то на арамейском его номер но перед номером года он пишет Симан то есть как бы знак это довольно многозначное слово оно может потребляться и в других других смыслах но здесь он дает Симан Гимал Кав Хей то есть вот этот самый тип года один из типов про которые мы говорили один из 14 вариантов вот вида Гимал Кав Хей это бывает интересная информация даже просто для того чтобы сравнить данные указанные указанные даты если у нас есть какие-то сомнения это бывает очень часто нужно и вот мы может быть вернемся тут еще есть всякие интересные вещи довольно много дат но я хотел пока показать просто употребление типа года в источнике а вот мы можем рассмотреть сейчас вот колофон который уже упоминался из Библии Фархи там много всего было мы говорили про год который тут указан на 143 он указывает Мурад который мы уже проверили помимо прочего он указывает дату очевидно христианского месяца который он называет Худош Хама то есть солнечный месяц солнечный месяц очевидно месяц солнечного календаря рукопись испанская так что очевидно имеется в виду тамошний христианский календарь он упоминает и 19-летние циклы как мы уже сами посчитали этот год относится к 271 циклу который он здесь упоминает да Мимахзор Ютет 19-летнего цикла а дальше пишет вот такую вещь В Кибуа Хашана здесь он употребляет этот термин Кибуа обычно мы видим Квиа или Квиут здесь в форме Кибуа и он опять же дает Гимель Каф Хей тот же вариант который относится к этому его году обычно скажем во времена когда да в общем несколько десятилетий назад когда все кто занимался рукописями вот в это время обращались к разным справочникам и нужно было искать где там в каком году какой тип и какие соотношения между датами еврейского календаря и скажем юлианского сегодня один из самых простых вариантов это обратиться к Википедии и вот здесь то что указано это как раз я просто взял данные этого типа года для каждого из 14 типов можно найти свою статью в еврейской в еврейской Википедия здесь вот Шана Гимель Кафе описывает все что там было включая распределение дат по дням недели если нужно найти определенную дату например сопоставить это с христианским то есть в данном случае с юлианским календарем в Википедии же есть и расписанные таблицы для всего года вот для года Уфмэм Гимел который у нас есть такая таблица которая дает помимо даты дней недели здесь вот идут вверху дни недели для каждой даты есть и соответствующая ей дата юлианского календаря сегодня это в этом смысле очень просто главное что мы видели это на чем основаны эти самые расчеты собственного календаря есть немало разного рода источников в которых нужно сравнить даты которые мы которые мы видим в письменном виде и как-то интерпретировать то что мы получаем вот например в качестве такого заключительного примера можно рассмотреть колофон уже не собственно в рукописи а колофон такого можно сказать читателя книги который снабдил его многими глоссами то есть это был человек который внес в уже печатную книгу очень важные данные из других рукописей это тема особого исследования этой книги многие занимались она обильно цитируется в известном учебнике по текстологии Мишны Эпштейна это собственно издание Мишны одно изданий 15 века по инкунаблу который хранился в Вене Эпштейн о нем как раз пишет что он занимался этой книгой за пару месяцев до прихода нацистов Аншлюса и пишет что вот то что он там собрал и публикует это то что у него есть не уверен что сама книга сохранилась но вот она сохранилась она сегодня находится в Русалиме и мы видим здесь это собственно конец печатного текста мы видим вот это буква напечатанная а здесь в конце этот самый Шмуэль Лерма имя которого мы знаем именно из этой записи дает дату когда он закончил свою вот эту работу над снабжением глоссами этого экземпляра печатной Мишны и то что он здесь дает это то есть он дает день недели третий день недели дальше хай лиходыш адар шини то есть он дает дату внутри месяца адар шини второй месяц адар и дата обозначается буквами хэт и юд которые обычно воспринимали как просто другой порядок букв юд и хэт вместо того чтобы написать 10 и 8 он написал 8 и 10 ну хай это вообще хорошее слово живой и часто с таким с хорошими коннотациями всякая игра и с числовыми значениями букв год он дает как шнад хацур то есть рейш цадивав то есть соответственно 1536 год проблема была в том что когда сопоставляют эту дату 18 число второго адара она вовсе не приходится на третий день недели вот подобными подобными вещами часто бывают озадачены исследователи как нужно понимать был например вариант может быть он ошибся в номере этого адара вот если взять первый адар а не второй вроде бы там получается достаточно хорошо я думаю что настоящим решением должно быть должно быть вопросом как воспринимать вот этот хай я думаю что хай здесь это не 8 и 10 это такое вот смешанная такая аббревиатура это хэт ямим это 8 дней юд это просто первая буква слова ямим дней его собственно запись должна быть воспринята как третий день недели 8 дней месяца второй адар и тогда это вообще вполне подходит до этого года это просто в качестве примера какими какими вопросами мы задаемся в исследовании разного рода датированных записей вот в следующий раз я собираюсь показать довольно много других методов отчета всяких R которые были в ходу в средние века и разных тонкостей того как обозначались годы по разным системам вот на этом я пока заканчиваю свою повествовательную часть сегодня и буду рад перейти к вопросам большое спасибо Александр друзья как всегда традиционно вы можете сами включать себе микрофон и задавать вопросы пожалуйста Боря я уже вижу да что ты включил микрофон Боря а сейчас я включу еще свое это самое видео так ну вопрос у меня один я как-то действительно пробовал найти в википедии вот эту табличку с годами но у меня не получалось я задавал там в поиске лох но он ничего мне не находил что там как где конкретно в википедии это спрятано проще всего написать номер года причем нужно его писать именно как они пишут с герышем после буквы хей это может не с равно в смысле он дает всякую ерунду то есть написать вот как скажем здесь у меня хей с герышем куфменгимен и он просто дает статью про этот самый год куфменгимен это более удобный вариант если есть известный год и нужно понять что там с ним происходит распределение и так далее как правило мне кажется что при любом номере года при любой любой статье посвященной конкретному году есть и ссылка на его тип вот один из этих 14 и можно сразу перейти на статью про тип этого года и про этот конкретный посмотреть все что относится к этому типу там естественно не будет того же распределения по датам юлианского календаря но все что связано собственно с еврейским годом его там праздники чтения в субботу и так далее оно относится к этому типу так что там есть 14 статей каждый из этих типов есть разумеется в википедии всякого рода статьи типа там еврейский календарь всякие другие вещи я не знаю не знаю насколько они хороши там много всякого понятно что из них из этих статей про еврейский календарь никогда не получалось попасть вот на вот эти таблицы нет ну понятно что статьи про еврейский календарь там не будет ссылок на каждый год конкретный номер года и тогда можно попасть на таблицу на роспись дата этого года и которая достаточно хороша в смысле того что можно на это ну можно этому доверять я не видел там ошибок не то что я там понятно все проверял да ну выглядит это вполне естественно там трудно ошибиться ну кроме как всегда может быть какая-то нелепая случайность но в принципе это просто записаны даты там все все идет хорошо какие-то статьи которые я встречал в википедии которые рассказывают о обостройстве календаря и разного рода там системы это исчисление часто представляют собой довольно сумбурный такой сбор сборник разных фактов частью и вполне точных частью стран сочетаемых между собой поэтому википедия в общем интересное дело там каждый пишет все что хочет но когда речь идет о таблицах дней это в общем всегда как мне кажется всегда достаточно надежно и этим можно пользоваться то что я в общем сегодня рассказывал позволяет в принципе при некой такой веком терпения и долгой арифметики можно все это посчитать в принципе это вещи что особенно радуется таких вещах что как бы они доступны это не какое-то там тайное знание как часто воспринимается там еврейский календарь ну вот есть календарь можно посмотреть там на даты и вот видимо это так я встречал и напечатанные календари с ошибками бывает самое разное в принципе это все вещь которая на основе относительно простых правил которые хоть и требуют никакой арифметики но они простые в смысле того что не требуют никаких дополнительных знаний точно не требуют никакой астрономии и так далее можно это все просто какие-то вещи можно проверить если есть какие-то сомнения это все проверяем вот если хотите я могу дать какую-то литературу всяких календарных таких есть книги и с описанием структуры календаря есть и своего рода такие вот сборники таблиц на разные годы но мне кажется что сегодня действительно в интернете это гораздо удобнее и отчасти чисто вот цифр достаточно надежная вещь а википедия она в этом смысле на вот эти таблицы википедии они надежнее чем конвертеры переводить если именно стоит задача перевода не знаю на самом есть конечно ну по идее в конвертах не должно быть какой-то особый хотя я встречал кстати такую заковыку что у них сбиваются если речь идет про именно конвертацию в даты христианского календаря у них проблема с переходом юлианский и григорианский календарь и бывают разные странные вещи то есть я видел кое-что где они пытались давать как бы григорианскую дату куда-то там ее искусственно относить к 13 веку получается довольно странно и ну в общем незачем да понятно вот бывают разные странные вещи но конвертов действительно довольно много я естественно не знаю насколько они точны всегда можно можно перепроверить я не видел ошибок в википедии там они в общем действительно не ну то есть там если есть ошибка она будет достаточно видна мне кажется да то есть там роспись всего года когда просто в конвертере я запускаю дату и получаю некий ответ его трудно с чем-то сопоставить да то есть он один такой поэтому в общем конечно таблица с расписанным годом как-то выглядит более достоверно ну и опять же всегда можно хотя бы какие-то примерные вещи проверить похоже ли это на правду да когда есть одна какая-то отдельная дата ее даже как-то трудно смотреть как ее проверить опять же есть ну вот то с чем с чем мы работали там когда я учился была например одна из наверное основных книжек это был Малер его анбухфю юдиши хронологи где есть годы до там до середины 16 века все расписано достаточно подробно и по типам года и все даты юлянского календаря и так далее я думаю что он тоже весьма надежный то есть как бы если что можно можно завериться и с ним как простите фамилия последнего Малер Малер да если просто навести там куда есть Малер и хронология я думаю найдется спасибо большое спасибо у нас есть вопрос в чате от Юлиана Верхолевского новомесячие как определяется когда первый день когда второй как понять какие-то числа месяцев и будете ли вы об этом говорить позже я собирался да немножко это упомянуть ну в общем там не что-то сложное дело в том что действительно в еврейском таком вот употреблении само новомесячие реального календаря да не новолуние про который мы говорили там с долями и так далее а сам день новомесячия Рош Ходыш является важным днем в этот день есть множество логических предписаний там читается мусав и так далее и в определенные месяцы этот Рош Ходыш празднуется два дня не один не только первого числа месяца но и последнего числа предыдущего месяца делается это тогда когда этот предыдущий месяц содержит 30 дней связано это с представлением о том что действительно месяц такой вот настоящий месяц которым как бы 29 с половиной там плюс минус он в каком-то смысле его 30 день уже относится к следующему месяцу по крайней мере некой своей части и вот эта некая часть она как бы освещает этот месяц и этот день как Рош Ходыш следующего месяца поэтому в те месяцы которые следуют за 30 дневными месяцами есть два дня новомесяча есть два дня Рош Ходыш при этом первый день месяца календарная дата это второй день новомесяча а последний день предыдущего это первый день новомесяча то есть новомесяча начинается как бы вот в последний день предыдущего и второй день это его уже начало следующего месяца то есть такая немножко неожиданная, может быть, структура, но во многих, ну, в общем, во всем, что связано с логическим воспринятием новомесяча, когда есть два дня, то законы новомесяча относятся к ним обоим. И даже когда есть каких-то рукописных, скажем, источников, еще каких-то упоминания, рошходыш, новомесяч, следует иметь в виду, что, когда человек пишет рошходыш, он может иметь в виду и последний день предыдущего месяца. То есть это тоже вот как бы как бы рошходыш следующего наступающего за тем месяц. Вот, надеюсь, что ответил. И, очевидно, в продолжение вопроса Юлиан еще пишет. Получается, если речь о рошходыш тевет, и шват, то нужно проверять, какой год по типу. Да, да, конечно. Конечно. Сейчас вот, например, у нас хороший повод с Ханукой. Ханука, например, и вовсе длится не всегда. То есть последний день Хануки не всегда приходится на одну и ту же дату. Поскольку вопрос, сколько дней в Кислеле, он неоднозначен, и, соответственно, первый день первый день тевета может может выпасть не всегда на одну и ту же, на один и тот же день Хануки, на одну и ту же свечу, как это называют. Поэтому, да, и с точки зрения новомесяча, и с точки зрения, вот, скажем, распределения ханукальных дней важно знать, каков тип года. То есть главным образом важно знать, сколько дней в Кислеле. В этом смысле это подвижная вещь. Ханука, особенно, кстати, когда есть чтение истории, когда может случиться, что Ханука выпадает, то есть на один день выпадает и Ханука, и Рошходыш, и они могут быть два дня Рошходыша, может выпасть еще и на субботу. Может быть, самое плечудливое сочетание, то есть в принципе, может быть, может быть, такой день, когда выпадает, видимо, три разных чтения, то есть как бы субботня, новомесяча и Ханука. То есть, да, это все определяется, ну, всего не так много типов года, и, соответственно, это все расписано. Для каждого из них есть вполне известная и понятная процедура. Спасибо большое. Борис, у тебя тут есть комментарий, он еще актуален про первый тишрей. В процессе лекции Борис Рожковский написал комментарий, то есть первый... Да, он здесь, здесь, и комментарий здесь, и Борис здесь, все здесь. Бориса я вижу, а комментарий не вижу. Есть. Ну, вопрос был то, что, значит, первые тишреи это понедельник, пятница, четверг, суббота. В общем, если мы встречаем такую дату, то, значит, день недели был такой, собственно, в Рожошану. Ну да, соответственно, то есть неразрешены вот эти самые аду, то есть мне всегда сложно перевести это с дни недели по номерам на дни недели вот в русском употреблении, да, то есть алиф, это, соответственно, воскресенье, да, и так далее. Воскресенье, среда и пятница, да, это неразрешенные дни для первого тишрей. Остальные четыре, соответственно, разрешенные. Но понятно, что, опять же, когда мы говорим про Рошошана, там есть два дня, не та история, как с Рошходаш, когда есть два дня, Рошходаш, имеется в виду еще тот, который был перед первым числом. На Рошошана есть два дня, это первый и второй тишрей, то есть это, аллогически это считается как бы одним длинным днем, да, по этому поводу есть всякие объяснения, то есть, скажем, заповеди типа отрубления в шафар и так далее можно совершать в тот из этих двух, когда не суббота, да, соответственно, это избавляет от всяческих проблем с сочетанием первого тишрей и суббота, но с точки зрения именно первого тишрей, да, есть вот эти четыре варианта. Для второго тишрей, соответственно, четыре следующих дня недели подходят, да. Когда мы просто видим упоминание Рошошана, нужно просто иметь в виду, что это может относиться ко второму тишрей, поэтому там уже, в общем, возможно, разные варианты, нужно проверять, что и как. Первый тишрей, да, имеет четыре варианта для дня недели. Поэтому мы видим, что вот эти типы года, те четырнадцать типов, которые расписаны, они все начинаются на одну из четырех букв. Там нету ни Алиф, ни Далев, ни Вав. Это запрещенный. Спасибо большое. Друзья, еще вопросы? Наверное, на сегодня вопросы исчерпаны. Что я не очень, говорят, загрузил арифметикой. Понятно, что там возникает ощущение некоторой такой чрезмерности расчетов, когда это так вот показать, как это происходит. Но если какие-то там возникают возникают надобности считать, то в принципе это работает достаточно просто. Может быть, оно при первом показе выглядит сложнее, чем на самом деле. А, Борис, я вижу, что ты Ну, да, но у меня просто совсем короткий вопрос. Можно в этот раз тоже прислать презентацию? Да, конечно. Конечно. Спасибо. Извините. Я прошу прощения за проблему с этим PDF-ом. Это все было с презентацией в пару поинтей. Оно не работало. Я сделал в PDF, но смотрю, что тут есть своя проблема с тем, чтобы листать дальше. Будем думать, как это обойти в следующий раз. Да, это странно. У меня более-менее работало. Хотя тоже не всегда с первого раза, когда в прошлый раз я... Но все-таки со второго, с третьего работал. Да, интересно. Меня это занимало команда. Ну что, на этом, наверное, вопросы закончились, друзья, или еще кто-то, может быть, что-то придумал? Хорошо. Тогда я еще раз благодарю вас, Александр, за интереснейшую лекцию и напоминаю всем, что мы встречаемся с вами в следующую среду на третье занятие. В то же самое время, как всегда, вы получите за сутки и за час ссылку на нашу встречу. А на сегодня я тогда прощаюсь. Большое спасибо. Спасибо всем слушателям. Большое спасибо нашему уважаемому лектору. И до встречи на следующей неделе. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok